Приветствую вас! Для начала нужно разобраться в сути вашего вопроса. Вы пишите, не могу спать с мужем после его измены, не хочу, противно. Выход только развод держит дети и финансы. Я вижу здесь у вас позиции жертвы. Вы не хотите принимать какую-то часть ответственности за свои действия. То есть вам вроде бы противно и не хотите спать с мужем. Что в общем-то естественно, учитывая, что он вам изменил. С другой стороны, вы не можете решиться на развод. Потому что вас держат финансы и дети. То есть, казалось бы, вам нужно принять решение. Если мне противно спать с мужем, если я не хочу с ним спать, то я разложусь. Но я не делаю ни того, я не делаю ни другого. И в итоге страдаю. Именно в этом, в том числе, вы страдаете. И проявляется жертвенная позиция. К сожалению. Следующий важный аспект, который я хотел бы забронуть, заключается в том, что видеть цели. Дети, это лишь оправдание. Дети, это лишь оправдание. Потому что детям не лучше от того, что вы через силу пытаетесь находиться с мужем. Я, наверное, не сильно ошибаюсь, если скажу, что дети от этого скорее страдают сильнее, чем выигрывают. Понимаете? Какая штука. И здесь, да, здесь нужно принять какое-то решение. Потому что без решения вам будет очень сложно. Вопрос заключается, конечно, в том, какое именно решение вы примете. Но я полагаю, что какое бы решение вы не приняли, мы его поддержим. И мы вам можем помочь определиться с этой историей. То есть с тем, какое именно решение вам по данной ситуации приняли. Смотрите. Значит, во-первых, хочется сказать, что измена, которая произошла, конечно, является неприятной. Измена, это всегда травма. С этим, я полагаю, спорить никто не будет. Но, вопрос заключается в том, хотите ли вы разобраться, почему так случилось? Из-за чего так произошло? Вот. Понимаете? Ведь и ваша доля ответственности есть в том, что произошло. в том, что муж изменил. Измена, это всегда следствие проблем в отношениях. И не только, не только со стороны мужа. Но и с вашей стороны тоже. Поэтому, может быть, вы постараетесь подумать, какие ваши действия могли привести к изменению вашего мужа. Вместо того, чтобы столь категорично его обвинять в том, что он так поступил, в том, что он так сделал. Я его не обрадовываю на самом деле. Просто очень хочу, чтобы вы рассмотрели все стороны данной ситуации. Что невозможно, если вы будете обвинять только его. Надеюсь, что данный аспект вы для себя разберете. Вот. Очень важно, очень важно понимать, что дети страдают уже сейчас просто потому, что чувствовать, что между вами и вашим мужем что-то не то. И вы не действуете им на пользу. То есть спросите себя, хотите ли вы, хотите ли вы работать над отношениями с мужем. Ведь можно сделать анализ ваших отношений, можно понять, почему так произошло. Можно скорректировать ваше, ну, дальнейшее поведение. Можно скорректировать ваши отношения с мужем, если у вас обоих есть это желание. Но если такого желания у вас нет, то лучше, наверное, будет, в этой ситуации лучше будет, наверное, разойтись вам. Потому что определенно, что в ваших отношениях есть проблемы. И если вы не хотите их решать, а их решения потребуют определенных усилий. Вот. Если вы не хотите решать проблемы, то в таком случае, я полагаю, что, вероятно, делать вам нечего с своим супругом. Вот. Что касается финансов, то вы можете рассматривать варианты обретения финансовой независимости. В том числе и вы будете получать алименты. Вот. Так что я думаю, что этот вопрос решается. Вот. Главное, чтобы вы вышли из состояния жертвы. То есть, либо приняли то, что произошло и, например, постарались бы понять, и, возможно, принять своего мужа. Вот. Понимаете? Алименты. Либо вы растаете. Либо вы растаете. А жить как соседи у вас получится в ряду. С другой стороны, с другой стороны, ситуация складывается таким образом, на мой взгляд, что, если вам именно противно, если вам именно противно, то, может быть, чувство к мужу у вас еще сохранились. И, может быть, наши отношения еще можно реанимировать. Ради тех же детей, например. Но только при условии, если вы сам этого хотите. Если подобного желания у вас нет, то лучше даже и не пытаться. Вот. Просто потому, что ничего хорошего из этого, в принципе, не выйдет. Вот. Будете вы только страдать и все. Ну, может быть, от мужа своего всего-то ожидать. Вот. Так что, такой вот вам ответ я бы дал. Надеюсь, что он для вас будет полезен и поможет решить те актуальные вопросы, которые сейчас перед вами стоят. Вот. Потому что я понимаю, что вам действительно тяжело сейчас. И будем находиться тяжело и жизнь свою менять. Вы можете бояться. Вот. Если это нормальная позиция. Нормальная реакция. Нормальная реакция. Ваша. Вот. Обращайтесь, если вы хотите поговорить об этом добробнее, с радостью вам помогу. Обратите внимание на то, что вы говорите, не можете спать с мужем. Как и сказала моя коллега, очень важно понять, почему вы как будто бы себя, знаете, заставляете с ним спать. То есть, если вы не хотите спать с ним, то заставить вас никто не может. И вам себя заставлять не нужно, не нужно тоже. Что значит, мне тяжело с ним спать. Ведь была проблема между вами, да? Да. Вот. Была измена с его, с его, с его стороны. И естественно, что есть некоторые вещи, которые изменились. Это нормально. Вопрос заключается в том, обговорили ли вы эти вещи или нет. Если обговорили, то хорошо. А если нет, то очень желательно понять, почему не были какие-то вещи обговорены. Вот. Мне представляется история именно такой. На этом все. Если у вас остались запросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.